Здравствуйте! Вы смотрите программу «Забота о клиентах» и с вами ее ведущий я, Борис Городецкий и Алана Солданова. Здравствуйте! А в гостях у нас сегодня Виталина Левашова, заместитель генерального директора независимой лаборатории «Инвитро». Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам в программу. Расскажите о своей компании сначала, чтобы нашим зрителям было понятно, чем занимается «Инвитро», и дальше мы узнаем о том, как вы заботитесь о своих клиентах. Независимая лаборатория «Инвитро» уже 15 лет работает на рынке здравоохранения, предоставляя услуги по лабораторной диагностике. Что мы делаем? Мы предоставляем услуги по взятию биоматериала. Биоматериалом мы называем все, начиная от крови и заканчивая все, что можно взять у человека. И производим эти анализы в наших собственных лабораториях и выдаем пациенту результат. Если говорить о том, раз передача у нас называется «Забота о клиенте», кто же наши клиенты? Наши клиенты – это, конечно, прежде всего люди. То есть мы с вами – это конечные потребители, но не всегда человек приходит в наши медицинские офисы. Что такое медицинский офис «Инвитро»? Раньше мы это называли процедурный кабинет, просто мы сознательно 10 лет назад ушли от этого словосочетания, потому что процедурный кабинет, да, это навевало воспоминания о каких-то там, может быть, воспоминаниях детства, да, там где... Как же это за стишок-то звучало? Я стою у стенки, у меня дрожат коленки. Да, именно так. И вот это именно ассоциировалось со словосочетанием «процедурный кабинет», именно поэтому мы 10 лет назад то место, куда приходят люди для того, чтобы у них взяли кровь, назвали медицинский офис. И таких медицинских офисов мы построили по России и Украине 450 штук. Мне кажется, что ваша компания одна из самых известных на рынке медицинских услуг. Спасибо большое. Мы тоже так считаем, без ложной скромности, но здесь вопрос времени. Мы достаточно давно занимаемся этой работой, и поэтому успели ровно столько, сколько успели. А если посмотреть назад в историю, то в 2001 году был открыт первый медицинский офис в Москве на улице Никитской, то есть в самом центре Москвы. Он существует и по сей день, и это казалось тогда чем-то вот нереальным. Это понятно. А как сейчас клиенты находят? У вас 450, ну это во многих городах. Все ли приходят сразу в лабораторию, либо как-то в интернет, по телефону? Здесь все очень зависит от города, безусловно. Город, в котором интернетизация ушла далеко вперед, такой как Москва. Конечно, человек смотрит и в интернет. Сейчас мы предоставили, это уже к вопросу о заботе о клиенте, возможности заходить с планшетов, с телефонов. То есть, когда человек открывает карту, ему уже бесплатное приложение Invitor выдает адреса ближайших медицинских офисов. Безусловно, это можно сделать не только в Москве, просто, естественно, в Москве этим пользуется большее количество людей. Мы существуем не только в крупных городах. На сегодняшний день по России более чем в 200 городах открыты медицинские офисы Invitor. Есть также даже такие форматы, которые называются Invitor-городок. То есть, в малонаселенных городах они представлены. То есть, это, можно сказать, даже поселение и села, где численность не превышает 20 тысяч человек. Пациенты тоже могут воспользоваться нашими услугами, только там будет, скажем так, несколько иной формат. То есть, там помещение гораздо меньше, но оно и понятно. Население спроса населения. Ну, это какой-то специальный проект, который вы делаете, что вот по предоставлению такого сервиса в малонаселенных городах. Там же, ну, как-то насчет выгоды в этих местах. Ну, у нас, как я уже сказала, мы с 2001 года занимаемся, назовем это грубо, розницей. Потому что, по большому счету, это розница и есть. Это предоставление розничных услуг. И, естественно, стандартный вариант – это медицинский офис определенной площади, находящийся в удобной доступности от, там, если это крупный город, от метро, если это не крупный город, то от остановок общественного транспорта, площадью от 70 метров, да, и так далее. Да, не будем сейчас вдаваться в подробности. Но после того, как мы поняли, что клиентам, пациентам нужно несколько больше, да, в некоторых случаях мы стали открывать врачебные кабинеты. И это у нас направление инвитро-лечу. Понятно, то есть клиника. Да, мини-клиника. То есть там предоставление услуг нескольких, врачей нескольких специальностей. А потом появился проект инвитро-городок. Да, это вот то, о чем мы говорили в небольших населенных пунктах, где открытие полномасштабного медицинского офиса инвитро нецелесообразно, прежде всего экономически, конечно. Мы открываем небольшие процедурные кабинеты, это именно процедурный кабинет. То есть там мы не найдем ни врача-гинеколога, ни врача-ультразвуковой диагностики. То есть по факту вы конкурируете с традиционными лечебными учреждениями, да, такие как поликлиники? Если говорить о стандартном формате инвитро, то нет. Если мы говорим о формате инвитро лечу, то, безусловно, некоторая конкуренция медицинским центрам есть. А если это исходить от клиента, как вы это определяете, когда вы предоставляете сервис лечу, когда вы не предоставляете? То есть за что вас любят клиенты, за что вас выбирают, как вы эти потребности определяете, ну и, соответственно, предоставляя вот такие сервисы, про которые вы говорите? Мне кажется, что ответ на этот вопрос лежит в нашем названии. Мы называемся независимой лабораторией инвитро. Это название обуславливает нашу основную, основной принцип нашей деятельности, что мы не зависим ни от кого, ни от чего. Мы исключительно выдаем информацию по тем параметрам, которые хочет знать пациент. Мы не назначаем лечение, мы не ставим диагноз, но проект Лечу появился тогда, когда у нас появилось достаточно много желающих клиентов, желающих, чтобы какие-то вопросы, связанные с лечением, все-таки мы закрывали. Но какие-то вопросы, это похоже на понятие, которое существует на Западе, консьерж медицина, то есть какой диагноз, куда мне дальше пойти лечиться. И таким образом мы сформировали небольшой пул, будем так называть, медицинских центров. Небольшой, потому что, еще раз повторю, это не наша основная специализация. Наша основная специализация – это предоставление розничных услуг по лабораторной диагностике. В центрах Лечу представлены врачи-терапевт, врач-гинеколог, к счастью или, к сожалению, для демографической ситуации в стране, конечно, к счастью, специальность, которая пользуется большим спросом и так далее. Не будем сейчас задаваться в подробности. То есть это то, что ваши клиенты вам рассказали, что они хотят. Вот как они это сделали, если возвращаться к клиентам? У вас есть единый центр, в который поступают все обращения клиентов и где есть вся информация по тому, как они обслуживаются у вас. Я поняла. У нас, безусловно, все это обрабатывается централизованно, а каналы, по которым это к нам поступает, их достаточно много, естественно, особенно сейчас, в 21 веке. Прежде всего, это, конечно, интернет. Интернет во всех его проявлениях – это и наш сайт, который на сегодняшний день является очень большим потоком входящей информации, то есть он перерабатывает очень большой поток информации. Сколько примерно, если обращений? Посетителей с сайта? 45 тысяч посетителей в день. К счастью, нам удалось наладить контакт с аудиторией, и очень многие оставляют пожелания, будь то жалобы, будь то позитивные отклики или предложения. Вот так мы получаем предложение. Как вы с этим работаете в дальнейшем? Про жалобы сейчас отдельно расскажу. Сейчас закончим про то, как мы узнаем, что нужно пациентам. Также мы получаем информацию от пациентов через наш колл-центр. Безусловно, когда пациенты звонят, они кроме того, чтобы узнать то, зачем они позвонили, они оставляют еще какие-то пожелания. Мы тщательно следим за тем, чтобы эта информация не уходила в песок. Как? Давайте вот про технологию. Есть какое-то специальное место? Как вы это делаете? Безусловно, мы ведем запись всех телефонных разговоров и делаем выборочные проверки. Для записи пожеланий пациентов, которые звонят на горячую линию или по другим телефонам, безусловно, есть форма, которую заполняет оператор и потом передает, в данном случае, в отдел маркетинга. Отдел маркетинга разрабатывает или новый продукт, или какой-то новый профиль. Мы же для пациентов упаковываем наши продукты в профили, чтобы было понятнее, что для чего нужно. Это здорово, что вы сделали такое специальное место для людей, которые принимают звонки, где можно рассказать вам о том, что клиенты хотели от вас. А колл-центр у вас, вот этот центр, это ваш собственный? Первая линия входящих звонков у нас на аутсорсинге. Безусловно, более сложные вопросы перенаправляются в группу, которая, это такая специальная подготовка, которая знает ответы на все вопросы. Безусловно, дальше они распределяются по компании, по глубине и по специализации. Просто у нас много есть примеров из практики, где компании, собственно, придерживаются двух моделей. Либо, например, все на аутсорсинг целиком, либо же, наоборот, инсорсинг, хаос колл-центр. У вас вот такая модель, где вы распределили. Ну, если говорить по количеству входящих звонков, то все-таки 80% остается во внешнем колл-центре, а 20% переходит внутрь. То есть, и распределили мы так, потому что, опять же, мы занимаемся тем, в чем мы хорошо разбираемся, а научиться хорошо разбираться в колл-центре – это целое дело, поэтому мы отдали... Не соглашусь здесь, здесь же работа с клиентом, первая линия, как вам вот удается, даже вопрос корпоративной культуры, да, вот то, чтобы... Мы участвуем в подборе операторов колл-центра. Вот, как это? Наши специалисты выезжают в случае необходимости взять или поменять того или иного оператора во внешнем колл-центре. Специалисты выезжают во внешний колл-центр и общаются с тем претендентом, которого, естественно, уже выбрал потенциального претендента, внешний колл-центр. И если мы говорим, да, окей, это наш человек, то он проходит обязательную подготовку нашими специалистами, потому что все-таки даже первый отсев звонков все равно очень много специфики, потому что медицина – это достаточно много сложных вопросов даже на первой линии. Это очень интересная тема. У меня есть вопрос, который, Виталина, я задам вам после. А сейчас, дорогие друзья, рекламная пауза. Мы вернемся к вам через несколько минут. И снова здравствуйте! В эфире программа «Забота о клиентах». И мы продолжаем разговор. С Виталией Левашовой из независимой лаборатории «Инвитро». Было очень интересно. Вначале вы рассказали про особенности своей компании. И вот мы закончили на как раз вопросе про то, как вы обучаете сотрудников, как вы с внешним колл-центром справляетесь со своей работой с клиентами. Ну, в данном случае я не вижу необходимости употреблять слово «внешний», потому что сотрудники, которые юридически работают в «Инвитро» или не работают в «Инвитро», в данном случае это не важно. Мы в любом случае обучаем всех. У нас есть внутренний учебный центр, который существует уже 6 лет. В прошлом году мы даже получили образовательную лицензию, чем подтвердили свои высокие стандарты в области обучения. И через обучение в этом учебном центре проходит каждый сотрудник, будем это называть, фронт-офиса, того подразделения, которое работает с пациентами. То есть у вас есть прям отдельные специалисты, которые занимаются обучением именно фронт-офиса? Конечно, обязательно. И сколько оно длится, это обучение? Если мы говорим, опять же, много специфики. Регионы у нас есть разные, даже очень удаленные. Я сейчас не говорю про Хабаровска и Владивосток. Они удаленные по, скажем так, километражу, но в них достаточно просто добраться, нежели в города, которые находятся где-нибудь в тундре. Я сейчас не буду блистать на ними географии, но был у нас случай, когда специалист по обучению добирался больше суток на трех видах транспорта для того, чтобы научить людей стандартам работы в инвитро. Поэтому если мы обучаем в Москве, то обучение занимает две недели. Если мы выезжаем на место, это обучение занимает чуть больше недели в зависимости от сложности. Не буду грузить вас сложными терминами при аналитике и так далее. Но там будущие сотрудники трудятся от рассвета до заката, постигая азы обслуживания клиентов в инвитро. Потому что помимо, скажем так, этикета, есть еще и стандарт работы, который заключается в определенных процедурах. Это и работа с программой, это и работа с биоматериалом, то есть все тонкости работы нужно... Собственно, один вопрос, это как обучить персонал, а другой, это как проконтролировать то, что они придерживаются этих требований и исполняют их. Вот здесь какие вы инструменты используете? У нас есть, не побоюсь этого слова, триумвират. Это сотрудники, три подразделения. Сотрудники, которые обучают персонал, сотрудники, которые изо дня в день управляют всей сетью. И группа особого реагирования, так называемая, которая занимается проверками контрольными, контрольными закупками и проверками медицинских офисов. И проверки эти, они регулярно проводятся. Если говорить о сети, да, то есть за год мы проводим порядка 600 проверок, это означает, что 1.25 проверки на медицинский офис приходится в год. В год, да. Чуть чаще, чем раз в год. Но при этом проверки бывают разные. Они бывают как плановые, так и внеплановые. Они бывают с предупреждением, они бывают без предупреждения. То есть мы тренируем людей быть готовыми в любой момент времени обслуживать пациентов по высшему разряду, вне зависимости от того, ждут они проверку или не ждут. И группа эта, она действительно особого реагирования. Герои инвитера в ней работают, потому что они, как вы понимаете, работая в этой группе, подставляют свои вены для того, чтобы проводить контрольные закупки, но зато они знают все о своем здоровье. Да. 600 анализов в год. Ну, там работает не один человек. А это получается, что вы контролируете именно работу внутри. А есть какие-то показатели, которые вы постоянно можете замерять и отслеживать? Например, про скорость готовности анализов или скорость ответа на звонок человека. Вот какие-то такие постоянные показатели. Безусловно, у каждого подразделения есть свои показатели. Есть показатели, к которым мы стремимся. Безусловно, нет ни одного статичного показателя. Если в этом году у нас ожидание звонящего на линии 23 секунды, то в следующем году оно должно быть 20. Ставим себе определенные цели по продолжительности ожидания на линии, когда пациент ожидает какого-то ответа конкретного. То есть скорость соединения внутри наших коридоров и так далее. Что касается стандарта выдачи результата, то, безусловно, стандарт у нас единый. Это 24 часа. Но, скажем так, Москву, например, мы избаловали. Потому что если человек сдал анализ с утра, то к 6 вечера, пока он не ушел из офиса, он ждет ответ на электронную почту. И объяснять, что, в принципе, мы вам обещаем его до конца завтрашнего дня, и это нормально. Ну, это вопрос привычки. И я считаю, что это очень хорошо. И мы на это делаем ставку. И мы действительно стараемся удовлетворять потребности пациентов в части срочного выполнения даже, казалось бы, несрочных анализов. А вот на какие показатели у вас есть такого клиентского сервиса сейчас? Вот что вы себе поставили в качестве цели? Сейчас мы внедряем очень много продуктов, которые помогают пациентам пользоваться всякими разными новинками, связанными с техническим прогрессом. Сейчас мы не так давно запустили обновленный личный кабинет пациента. И тот показатель, который у нас стоит во главе угла на сегодняшний день, в зоне работы, именно в зоне клиентского сервиса, это количество пользователей личного кабинета. Личный кабинет предоставляет возможность не только получить результаты, но и посмотреть динамику по определенным показателям. И, в принципе, мониторить состояние своего здоровья. А задумок на будущее у нас еще достаточно для того, чтобы радовать пациентов и дальше нашими новинками. Это здорово. Важно предоставить удобный сервис. Дальше, безусловно, но это показатель, он такой двоякий, это процент повторных визитов. Процент повторных визитов, он почему я говорю двоякий, потому что его нельзя как среднюю температуру по больнице мерить. Потому что если у нас недавно открылся медицинский офис, то, конечно, там поставить показатель по повторным визитам таким же, как и в медицинском офисе, который работает пять лет, абсурдно. Но, тем не менее, мы постоянно, это живая система, живой организм, мы постоянно мониторим ситуацию. То есть, если кабинет проработал, медицинский офис проработал год, мы уже начинаем смотреть, а возвращаются ли туда люди. Это самое главное. То есть, прийти человеку первый раз, это ничего не значит. Важно, чтобы ему понравилось, и пациент захотел туда вернуться. Еще, да, еще очень важно, безусловно, это жалобы и благодарности. Почему я говорю, что жалобы важны? Потому что я очень люблю книгу «Жалобы как подарок». Есть такая замечательная книга. Это действительно для нас подарок, потому что чем больше людей жалуются, тем больше нам дают возможность исправлять наши какие-то ошибки и корректировать их, совершенствовать наш сервис. С жалобами у нас работает достаточное количество, не буду сейчас пугать, опять же, цифрами. Большое количество сотрудников, потому что жалуются не только непосредственно нам в медицинском офисе или на сайте. Пишут друзьям в социальных сетях, пишут в каких-то чатах и прочих средствах коммуникации. А как вы это отслеживаете? Во-первых, сейчас есть разработки, которые позволяют собирать эту информацию. Мы отвечаем всем, кто так или иначе упоминал инвитро в бескрайнем пространстве интернета. По телефону тоже? И по телефону, безусловно, тоже. Если у нас есть возможность связаться по телефону, то обязательно. Здесь есть и стандарты, безусловно, свои, то есть когда мы должны ответить. Человек не должен ждать после ответа на свою жалобу 2-3-5 дней и больше. То есть он должен получить ответ в первые сутки. А это делают ваши сотрудники внутренние или того партнера, с которым вы работаете? Это, безусловно, наши сотрудники. Более того, отбор в эту службу еще более тщательный, потому что это должны быть сотрудники, достаточно долго проработавшие в компании, безусловно, абсолютно лояльные, понимающие, для чего мы это делаем, и не занимающиеся отписками, что тоже очень важно. А вот всего, чтобы тоже так понимать, сколько у вас людей обрабатывают первую линию? Первую линию, если вы говорите, внешний колл-центр. Я сейчас затрудняюсь вам сказать, ну, в районе 50, я думаю, да. И вы говорили про то, что вы их обучаете, вот этих сотрудников, вы их контролируете за счет проверок, за счет каких-то показателей, которые установлены внутри колл-центра. А есть какие-то мотивирующие? Ну, вы знаете, я бы все-таки сейчас отошла от вопроса работы с колл-центром, с внешним, потому что, безусловно, это прежде всего договорные отношения с этим провайдером. И основная, скажем так, стимулирующая программа, это, да, это на стороне работы дателя, потому что мы можем многое, но не все. Да, конечно, мы хотим, чтобы у нас на звонок отвечали, «Здравствуйте, независимая лаборатория инвитро, чем я могу вам помочь?» Отвечали хорошо, красиво и правильно, но все-таки мы специально отдали это на аутсорсинг, доверив партнеру эти вопросы. А я думаю, что все-таки оставили мы себе гораздо более важным. Понятно. Тема интересная, о многом мы еще не поговорили, но время у нас, к сожалению, немалимо бежит к завершению. Поэтому я попрошу, Виталий, у вас сформулировать три правила заботы о клиентах от лаборатории инвитро. Наверное, первое правило – это мы должны относиться к персоналу так, как хотим, чтобы персонал относился к нашим клиентам. Это основное правило, которое у нас в компании есть. То есть чем больше мы будем вкладывать в сотрудников, тем больше они нам отдадут в плане общения с пациентами, потому что это важнее всего. Второе правило – мы действительно считаем себя во многом первопроходцами. И для того, чтобы нам ими оставаться, нам нужно всегда быть на шаг впереди. Поэтому в заботе о клиентах мы всегда должны предвосхищать желание клиента и их реализовывать. То есть человек еще только подумал, а мы уже сделали. И третье… Мне кажется, что этих двух уже достаточно. Наше время уже прям вышло. Спасибо вам большое, Виталина. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Забота о клиентах». У нас в гостях была Виталина Левашова. Вели программу Борис Городецкий и Алана Солдатова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok